Весь год наш край жил под знаком приближающегося юбилейного празднования освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И вот этот знаменательный день наступил. Ровно три четверти века назад бойцы Красной Армии разбили хорошо вооруженные и оснащенные части гитлеровских оккупантов. И 9 октября с тех пор стало днём кубанской победы. Андрей Вишневский расскажет о торжественных мероприятиях праздника. Торжества не случайно было решено провести именно в Темрюкском районе, где была поставлена победная точка в разгроме немецко-фашистских захватчиков на Кубани. Трасса Краснодар-Темрюк на всём протяжении от Славянска на Кубани до Темрюка была преображена в дорогу воинской славы. На больших щитах, установленных на обочинах, вместо рекламных плакатов заняли фотографии фронтовиков, памятные даты Великой Отечественной войны. Придорожные кафе и закусочные превратились в военные продовольственные склады. Всех проезжающих ждали многочисленные сюрпризы. Противотанковые ежи щетинились на подходах к импровизированным полевым госпиталям. Солдаты-гармонисты наигрывали своим однополчанам песни военных лет. Казаки состязались на шашках. Гостей угощали фронтовой кашей, пирогами и горячим чаем. Небольшие плодо-овощные рынки были украшены надписями «Все для фронта». Самодеятельные певцы и танцоры радовали гостей своим искусством. Словом, было сделано все возможное, чтобы воссоздать атмосферу легендарных сороковых пороховых. И губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который проехал здесь, по его словам, не смог не остановиться и не пообщаться с людьми, которые были в куренях. Также он возложил цветы к памятникам. По дороге на торжества поклонился памяти участников прорыва голубой линии и глава Славянского района Роман Синеговский. К Краевому Дню Победы на всем известной военной горке в Темрюке все города и районы Кубани развернули свои экспозиции. Чего здесь только не было. Тяжелые старые мотоциклы, вооруженные пулеметами, популярные в сороковые виллесы, которые вполне еще на ходу. На специальных столах настоящие вещи тех лет. От автоматов до гармонии пишущих машинок. Развиваются знамена воинских частей освободителей, а под их сенью развернуты госпитали, штабы, пункты работы радистов. Город воинской славы Туапсе постарался, чтобы выглядеть здесь на хорошем уровне. Мы привезли сюда наши поисковые отряды, которые привезли свои артефакты, найденные в ходе поисковых операций. И станция юных техников у нас представляет модели военных кораблей. Ну а сама инсталляция у нас представляет три площадки. Первая – это бой за гору Симашха. Это была стратегическая высота, которую два раза переходила из рук в руки. Значит, вторая площадка у нас представлена военно-морской флот, так как в городе Туапсе после взятия Кубани полностью располагалась база военно-черноморского флота. Ну и третья инсталляция – это наши музеи, нашли в архивах, когда мы готовились к этой программе. Это единственная в тот момент, в годы войны, служба оповещения доноров, которая работала в городе Туапсе во время обороны. Впрочем, практически все экспозиции вызывали интерес гостей праздника. Часто останавливались посетители около площадки Славянского района. Здесь показывали свое мастерство армейские сапожники. А самое активное движение было у импровизированного армейского клуба, призванного поднимать боевой дух воинов. Помнит Вина, помнит Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май, И креденция в русском вальсе сквозь года, Помнит сердце, не забудет никогда. Что в тылу главное? В тылу главное пополнение, ремонт, восстановление материально-технической базы. И, конечно, это армейская самодеятельность. Армейская самодеятельность, политинформация. Соответственно, сегодня все желающие могут зайти в наш импровизированный клуб, в котором установлена кинопередвижка, имеются соответствующие атрибуты тех лет, и музыкальные инструменты. В общем, все то, чем пользовались наши красноармейцы в период затиши. Усилия славянцев были не напрасными. Их труд по достоинству оценили посетители. Я погрузилась в те времена, во времена войны. Очень здесь все атмосферно и уютно, можно сказать. Я рада, что за это событие я очень горжусь своей Кубанью, своей страной и славянским районом. Ветераны Великой Отечественной войны, которые приехали сюда со всего Краснодарского края, были самыми почетными гостями празднования и объектом всеобщего благодарного внимания. Для немцев это была земля, этот край важнейший для того, чтобы им получать оттуда какую-то пользу. Ну, что можно сказать? Бои были страшные, невыносимые. Эти челы бои, это их трудно сейчас сказать, передать. Я участник освобождения Каневской, Ленинградской. Мы захватили этот угол и пошли на Украину туда. Донбасс, вот здесь сейчас находится наша Луганская область. Меня ранило под Савур-могилой. Как яркие фантастические цветы раскрылись в небе купола парашютов. Особенно пристально зрители наблюдали за приземлением парашютиста со знаменем кубанских освободителей. Концерт с исторической реконструкцией, который надолго приковал к себе внимание ветеранов и всех гостей праздника, разворачивался на сцене и окружающих ее склонах в сердце военной горки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил всех собравшихся с Днем Победы нашего края и назвал 9 октября днем второго рождения Кубани. 75 лет назад на Тамане завершилась битва за Кавказ. Наши деды и прадеды выбили врага Астаманского полуострова и освободили Кубань от фашистов. В небе над Таманью были одержаны первые большие победы советских летчиков в сражениях в небе. Именно всех, кто принимал участие, всех в битве за Кавказ навсегда вписаны золотыми буквами в историю великой победы нашего народа. Копию знамени эстафеты славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани и книгу кубанцы торжественно передали представителям ветеранской общественности Крыма и Севастополя. Эта замечательная акция именно там обретет свое продолжение. Концерт продолжился выступлением лучших творческих коллективов Краснодарского края. Все мы, дети, великой дерзавы, все мы помним советы отцов. Ради знамени, чести и славы, нет за ней ни себя, ни врагов. Встань, Россия, сестра встала плена, суть победы горят свои пора. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Самой зрелищной страницей праздника стало выступление четверки летчиков авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Могучие машины синхронно выписывали в небе причудливые узоры, поражая зрителей своей мощью, мастерством и красотой исполнения. Обратите внимание на этот идеальный строй. Расстояние между истребителями 1,3 метра. В музее под открытым небом собрались люди нескольких поколений со всего Краснодарского края. От фронтовиков до совсем еще молодых ребят. Но чувства все они испытывали очень похожие. И в их числе была гордость за то, что наши солдаты победы смогли совершить этот подвиг. А праздник всем очень понравился. Это замечательно, что сделали такой праздник, что сделали людям, подарили людям такой праздник. Это здорово. Это просто нет слов. Вот это все неописуемо. Красиво, хорошо. Спасибо организаторам, кто это сделал. Все очень понравилось. Особенно экспозиции городов и поселков и станиц, представленных здесь. Грандиозно. Я восхищен. Гордость за наш народ, за такую страну. Поэтому приятно очень, что помнят люди и чтут память. Поэтому, да, гордость, наверное, переполняет все чувства. Грандиозный праздник, который так запал в душу всем его участникам, подходил к своему завершению. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, обходя площадки районов края, большое внимание уделил Славянскому району, который встретил его с задушевной песенной мелодией. Ребята, на самом деле, спасибо, что мы вместе. И на самом деле, мы семья. Большина и у вас я семья. Вы, кто вы это не верят, смысл поднимать дальше, чтобы у них сегодня не достигнут? Вряд ли получится. Потому что в одиночку нельзя быть богатым и счастливым. Мы только с семьей. Ну, как в вашей семье. Поэтому давайте ценить возможность, что мы сегодня живем. Живем под мирным небом, живем на цветущей Кубани, хлебостольной Кубани. Живем за тех, кто тоже хотел и жить. Давайте не уроним их славы. Славы. Мы народ победит. Я говорил вам и вам скажу. В мире, в мире нет больше другого, чем народа. Народа победителя, который принес мир всем. Да, мы действительно народ победитель. И мы не вправе забывать о тех, кто принес нам эту великую победу. Подвиг этот огромен и бессмертен. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.